Товарищи, тут у нас, чтобы расставить все точки над «ы», начнем с того, что у нас три дня назад проходила «Лыжня России». «Лыжня России» где у нас проходила? В парке «Дружба». Пять тысяч человек собралось, согласно сайту администрации города, в парке «Дружба». Вот здесь, на этой поляне, проходила «Лыжня России». Вот здесь, это частная территория. Но администрация города не заявляла, что это не парка «Дружба», что это не городской, не областной парка «Дружба», что это частная территория, пустырь, не обладающая никаким природным ландшафтом. Ничего об этом не было. Все сказали, что это парка «Дружба», потому что все понимают, что для владимирцев это парка «Дружба». Поэтому заявлять о том, что сегодня не будет застраиваться парк «Дружба», это просто лицемерие и вранье. Потому что для владимирцев, для всех, вот вся вот эта территория, вместе вот с этим парком «Дружба», с этим, это тоже парк. Сначала не буду про лугопарк, да, два вопроса, которые не обозначили, потом возможно ответить. Во-первых, вот этот дом между ЖК «Дуброво-парк-1» и «Дуброво-парк-2». Это относится к землям Гослесфонда. Там лесной выдел, по-моему, 4 или 5. То есть здесь строить, в принципе, жилой застройки невозможно. Так что вот этот дом, в принципе, здесь не должен вообще никаких условий появиться. Дальше вот здесь вы схему какую-то другую написали. Поменяли по вашей планице, мы понимали. Мы услышали вас и исключили. Ну, хорошо, это отлично, что вот здесь не будет никакой дороги. Тем более в генплане она не предусмотрена. Но вот этот дом, это точно вообще тоже никак не отложится. Ну, по поводу гаражей, я думаю, что если здесь есть, тоже возможность выступить, выступить. По поводу лугопарка. О чем мы сегодня говорим? Мы, по сути, говорим не о том, что у нас, кстати, это слушание не первое. Мы вот в 19-м году также с Сергеем Александровичем тоже пикировались по этому поводу. Мы говорим не о том, что вот этот участок застроен. Мы говорим о том, что если хотя бы один дом появится на лугопарке с подъездными путями, с коммуникациями, с газом, с канализацией, с водой и так далее, то вся вот эта территория впоследствии будет застроена. Потому что вы все понимаете, что территория должна осваиваться, развиваться. Здесь много таких же участков. Мельниковский участок, Шишенинский участок, здесь вот тоже всякие разные участки. Застройщики их уже выкупили. Фактически через 10-15 лет, если мы не остановим сейчас вот эту застройку, весь лугопарк будет застроен. И это станет концом уничтожению парка Дружба. Потому что микрорайон будет расстраиваться, он уже большой. Вот эта дорога, перспективная Южная магистраль, она вообще непонятно, сколько будет строиться и вообще подстроиться ли, потому что она очень затратная. А дальше куда выезжать? Ну, естественно, вот на трассу М-7. И впоследствии, ну, уже был такой проект планировки по строительству дороги через парк. Он может также возобновиться. И здесь самое главное, им изобразить уже ничего нельзя будет. Потому что действительно дорога нужна. Поэтому сегодня мы говорим не о застройке вот этого конкретного участка, а о застройке вообще всего нашего парка. Дальше. По поводу перспективной особо охраняемой природной территории. То, что Сергей Владимирович Сукопаров, главный наш эколог, сказал, что это не является такой перспективной, что там никакого ландшафта нет, это вранье. Потому что материалов по обоснованию генерального плана, который также является частью генерального плана, собственно, там говорится, что это перспективная особо охраняемая природная территория. Более того, Сергей Владимирович Сукопаров тоже не мог не знать, что сейчас правительство Владимирской области ведет работу по включению вот этой всей территории, лугопарка, в состав большого природного парка Дружба. А может быть мы спросим у представителей правительства? А вы не надо перебивать. Да, конечно. У нас сейчас замминистра присутствует. Хорошо, хорошо. По автолууму, если такого не ведется, это вранье с вашей стороны. Сейчас направлена документация на проведение государственной экологической экспертизы. На нее, конечно же, нужно время, Сергей Владимирович. Поэтому, естественно, это может занять примерно год. Нам нужен еще хотя бы один год, чтобы просто прошла экспертиза. И дальше уже эксперты государственного уровня выявят, есть там природный ландшафт или нет. Есть там краснокнижные растения или нет. Достоин она включать, чтобы в природный парк или не достоин. Поэтому, если действительно парк будет включен и расширен, нужно форсировать застройку. Именно поэтому мы сегодня все с вами собрались, чтобы там построили дома вот эти. И потом сказали, а это, видите, уже не природный парк. Мы все с вами потеряем и этот перспективный природный парк, и вообще парк Дружбы как таково. Нужно просто подождать год. Просто подождать. Дайте возможность завершить эту экологическую экспертизу. И дальше уже на уровне области губернатор будет решать. Вы сейчас идете против губернатора. Против политики администрации области, которой этот процесс ведется уже в течение трех лет, между прочим. Я думаю, вы тоже это знаете. Ну, как мне? Ну, Сергей Владимирович, вы какого губернатора? Уважаемые коллеги, давайте, уважаемые коллеги, давайте в минуту. Еще две минуты, две минуты. Скучи, так, буквально. Говорите, пожалуйста. Ну, ладно. Две минуты. Так вот, процесс этот ведется. И он будет завершен в любом случае. Ничего строить мы там не дадим. Если там появится строительная техника, она проедет исключительно по телам, по живым телам Владимирца. Потому что будем вставать на пути строительной техники, и ничего там ни одна строительная машинка не проедет. Вам это точно не надо, тем более накануне выборов президента. Представьте, если весь город Владимир выйдет на улицу и будет добиваться отставки от всех, кто проголосует за вот эту застройку. И последнее. Вот я и мои товарищи здесь присутствующие, это вообще единственные люди, которые имеют право говорить от имени 8500 Владимирцев. У меня есть подписи, вот там буквально подписи, то, что мы за день собрали более 500 подписей за день. И это большинство Владимирцев в принципе не в курсе, что тут планируется какая-то застройка. Мы соберем еще больше, и если кто-то может собрать столько же подписей за застройку, пожалуйста, будет смысл говорить. Если против застройки, это мнение Владимирцев, как минимум 2% Владимирцев. Так что это мнение нужно учитывать. Да, мы будем действовать по закону, безусловно. Нужно, чтобы эта процедура расширения парка дружбы прошла. Если он не будет расширен, тогда мы можем обсуждать. Дайте нам время, дайте нам этот год. В любом случае, это проект планировки. Если он будет утвержден, мы будем оспаривать в суде, в законном порядке. Будем добиваться, чтобы он был отменен. У меня все. Спасибо. Спасибо вам. Подписи можно подписать. У меня есть два. Знаете, чем закончится? Как только туда проложат дорогу, по вашей лыжне будут ездить машины и мотоциклы. И вы там не сможете ни кататься, ни днем, ни ночью, ни зимой, ни летом. А вот через 5 лет вы в этом же убедитесь. Тем более, когда сделают лыжероллерную трассу освещенную, она будет заасфальтирована. И никто там не сможет вообще помешать. Я сейчас плаваю в небесах и облаках. Это вы плаваете в небесах. А машина там уже сейчас ездит. Представьте, если там будет дорога.